А помочь нам всем, особенно тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, у кого ослаблен иммунитет, могут именно проростки. Они помогут вам и своим уникальным питательным составом, в первую очередь большим количеством натуральных витаминов, которые, кстати, в процессе прорастания до 5-7 дня увеличиваются до 20-30 раз, в отличие от спящего семени. И своими ферментами, которые не только помогут переварить ту пищу, с которой они, эти ферменты, находящиеся в проростках, поступили, но и частично иную съеденную вами пищу, и, значит, снимут изрядную нагрузку с вашей поджелудочной железы. А также они наладят работу наших симбиотических бактерий, размножив их быстро, и таким образом снимут возможности дисбактериоза, укрепив и местный иммунитет кишечника, и иммунитет всего организма в целом. И опять же, все естественно и просто. А как? Да просто надо стимулировать размножение своих собственных бактерий, своих колоний. Стимулировать их можно естественной, их родной пищей. И это клетчатка, это пектина, олигосахариды, то есть это живая растительная пища. Это их пища, значит, и наша тоже. На первых порах при переходе на видовое адекватное человеческое питание, то есть на вегано-сыроедение, просто необходимо учитывать и потреблять те продукты в таком соотношении, чтобы не было недостатка ни в каких аминокислотах и в иных питательных элементах, то есть в витаминах, жирных кислотах, минералах. И все это из естественной пищи можно и легко можно получить, кроме так всем жизненно необходимых микроэлементов. В последние десятилетия и даже столетия почвы становятся все более бедными по содержанию минералов. И в первую очередь по микроэлементам кремни, селен, литий, йод и другие. А это, в свою очередь, явилось причиной неполного заложенного природы минерального состава плодов и трав, выращенных на этой почве. И одной из причин многочисленных болезней, именно по причине недостатка этих важных минералов в почвах. А ведь постоянный хронический недостаток нужного количества органических минералов приводит к ослаблению иммунитета, нарушению процесса биосинтеза белков, гормонов и дефициту других сложных и жизненно важных соединений в организме человека, что в долгосрочной перспективе приводит к тяжким болезням, угасанию и боли ранней смерти, нежели положено от природы. Такая проблема есть, но почти не освещается в СМИ, и даже многими медиками, учеными непонимаемая. Просто не задумываются люди над этим. Почва должна быть не только плодородной, то есть рождать плоды, но и быть богатой по пищевому составу, в первую очередь по незаменимым компонентам, по всем веществам, которые мы не можем сами синтезировать в своем организме. И это микроэлементы, микро и макроэлементы. Белки-то как раз синтезируются в рибосомах из аминокислот, кто не знал. Так вот, плавно изменив свое питание на естественное человеческое, в дальнейшем людям, имеющим биологические знания, например, полученные из моих лекций, не стоит слишком беспокоиться о балансе аминокислот, получаемых непосредственно из пищи. Если вы понимаете суть процессов пищеварения, биохимии, то есть надо не забывать, надо знать и помнить, что здоровая кишечная микрофлора синтезирует нам и все аминокислоты, в том числе все незаменимые. И если паразиты, живущие в кишечнике того или иного человека, не потребляют больше, чем нужно самому организму хозяина, то есть не может быть никаких проблем с белками вообще. И быть не может в принципе, так как из пищи непосредственно все аминокислоты можно получать. И посредством работы нашей кишечной микрофлоры тоже можно получить. То есть двумя способами они дублируют друг друга при недостатке из одного. Как бы кто не фантазировал и как бы кто во что не верил, это просто жизнь как она есть по факту. Наш организм сам не синтезирует такие ферменты, которые расщепляют пектины. И симбиотические бактерии имеют пектинолитические ферменты. А в результате переваривания бактериями пектинов, кстати, образуется большое количество органических кислот, которые защищают стенки толстого кишечника от разного рода повреждений, что противодействует, предотвращает появлению росту и полипов, и онкологии кишечника, по крайней мере. Так вот, пектины это высокомолекулярные полисахариды, присутствующие в растворимой и нерастворимой форме во всех живых растениях. Самым лучшим продуктом по содержанию пектиновых структур это проростки. Для устранения последствий приемов курсов антибиотиков лучше всего применять проростки глазерного овса. Как я это подробно рассказываю в своем мини-инфопродукте номер один. Крайне важная составляющая растений для нас это клетчатка. Клетчатка это нерастворимый в воде полисахарид. Основная составляющая, помимо пектины, клеточных стенок растений. От нее зависят качество стула, нормальная работа пищеварения в целом, удаление токсических веществ и перистатика кишечника. Потребление пророщенных семян это гарантия качественной работы ЖКТ, укрепление иммунитета и питание организма многими важными элементами, которых человеку не получить из вареной и жареной пищи никогда. Потому тем, кто потребляет неестественную, но такую вкусную и привычную пищу, просто жизненно важно применять, потреблять проростки 2-3 раза в день по 1-3 столовых ложки. Проростки необходимо долго жевать и проглатывать уже в жидком виде, чтобы эта масса обработалась слюной и ее ферментами. И процесс пищеварения запустился сразу и в полном объеме. Можно использовать и блендер, но часть питательных веществ и ферментов при этом разрушается. Используя в пищу вот эту однородную массу после блендера, все равно необходимо не менее 2-3 минут держать во рту и пережевывать до момента ее проглатывания, не менее 2-3 минут. Сыроедам, кстати, тоже необходимы проростки, хотя бы по 2 столовые ложки 2 раза в день. Дисбактериоз, если нет глистов и серьезных поражений грибками, например, системным кандидозом, то при начале потребления проростков этот дисбактериоз должен пройти через месяц-полтора-два. Можно есть проростки в больших количествах, чем я указал. Это не критично, можно есть и 200-300 грамм в день и больше вреда никакого не будет, а польза обязательно. Посмотрите лекцию о моложении, как потребляет проростки Аннет Ларкинс и сколько. Самые полезные проростки это из амаранта, кунжута, глазерного овса, чечевицы, маша, нута, гречки. В них при прорастании сложные соединения распадаются на более простые, например, белки на аминокислоты, полисахариды, например, крахмалы на моносахариды. Не нужно потреблять все проростки вперемешку, все подряд, а лучше так, одну неделю одни, другую неделю другие, ну или хотя бы через 2-3 дня менять. Все народы издревле потребляли проростки в пищу и как лекарство при болезнях, наряду с лечением травами и грибами. Но вот на Руси, к примеру, первое сохранившееся письменное упоминание о проростках приводится в народном травнике 17 века, который называется прохладный ветроград, в котором в частности говорится о уникальном продукте, полученном из пророщенных семян пшеничных зерен старых сортов, наподобие полбы и спельты, называемом пшеничный ил. Пшеничный ил все внутренности укрепляет и силы телесные утверждает, говорилось там. Этой пищей кормили больных людей, детей и кому нужна особая выносливость, воинам. Еще приведу один пример. В древности бичом моряков в дальних плаваниях была цинга, от крайней степени поражения которой умирало много людей. Так вот, впервые победил эту болезнь мудрый и всемирно известный капитан Джеймс Кук, который поил своих моряков специальным напитком на основе пророщенных семян бобов. Огромный труд в просветительскую научную сферу познания силы проростка внесла Энн Вигмар, которая в прошлом веке в Бостоне создала Институт здоровья Гиппократов, в котором лично более 35 лет вела специальные семинары, обучала людей естественному питанию и знаниям о проростках. Эти знания в прошлом веке распространились по США и по Европе. Особенно широко стали эти знания применяться даже в общепите. Во многих кафе и ресторанах стали делать отдельные блюда и целые меню, которые содержали в своем составе проростки многих культур. Много других исследователей и ученых приходили к выводам, что проростки это эликсир молодости и долголетия. Например, биолог из Швейцарии Карен Шмидт. Именно широкое распространение культуры потребления проростка в пищу привело к увеличению средней продолжительности жизни во многих странах Европы в последние десятилетия, ведь проростки потребляют там миллионы людей уже более полувека. Во всем мире велись и ведутся научные исследования, которые дают фантастические результаты и говорят о том, что и так подсказывает здравый смысл и к чему наши предки без научных исследований давно пришли естественным путем. Важные и всеобъемлющие исследования проводились в Институте физиологии растений имени Тимирязева Российской Академии Наук под руководством профессора Обручевой. При проращивании семян спящие в них концентрированные сложные питательные вещества переходят в легкоусвояемую форму. И более того, уже с первого дня прорастания начинается активный синтез витаминов, доходящий при проращивании некоторых сортов семян до 20-30 раз больше, нежели содержалось данных витаминов в этих же спящих сухих семенах. Как же просто получить такой полезный продукт питания в любом доме, квартире, в любой день, в любом уголке страны, да хоть на крайнем севере? И пора бы перестать уже говорить, ну что же тогда есть и как быть в условиях Сибири? Как будто вы отрезаны от всего мира и дрейфуете на льде, не в северном ледовитом океане, я просто не понимаю. Но порой действительно можно только поражаться тому, что и как люди говорят, лишь бы не менять свою жизнь, лишь бы сладко привычно плыть по течению вот этой своей дремучей жизни до первых или до последних болезней. Ну как и делают люди, собственно. В своем отдельном будущем видео я расскажу подробно о конкретных видах семян, что они содержат, как их потреблять, с чем их можно совмещать. Но я уже давно создал мини-инфопродукт номер один, в котором описал уникальный старый рецепт использования проростков голозерного овса и рассказал о том, как правильно проращивать семена, чтобы не подцепить с ними какую-нибудь инфекцию. Кстати, не обязательно для проращивания использовать специальные заводские проращиватели, а можно и простые трехлитровые стеклянные банки. Но если вы хотите использовать именно проращиватели, то я рекомендую фирму, где их можно приобрести. Ссылка будет в описании под этим видео. Подведем итог. Вареная и жареная пища – это мертвая пища. Промышленная пища в упаковках – это смертельно опасная пища. Если ее вообще можно назвать таковой, и то по причине того, что люди ее просто едят. Так вот, живая пища, то есть овощи, фрукты, листовая зелень, стебли и корнеплоды – это биоактивная, очень полезная, естественная, видовая нам пища. А проростки, дорогие друзья, это биогенная пища, то есть пища, дающая концентрат жизни, саму жизнь. Очень важные рекомендации по решению проблем со здоровьем я давал в своей лекции по сердцу и инфарктам. Посмотрите ее, речь там идет не только о инфарктах. Я говорил там и о том, почему даже в органических, экологически чистых продуктах, выращенных без химии и далеко от дорог, все равно не хватает многих жизненно важных минералов, микроэлементов. И чтобы получить их простым способом, помимо проростков, помимо основной пищи, в наше время просто необходимо потреблять специальные суперпродукты, в которых они есть в полном составе. Из-за недостатка минералов развиваются многие проблемы, гормональные, кстати, в первую очередь. А эту причину врачи не понимают, потому что не учатся этому и не думают об этом. Знают только что-то про йод, что-то про селен, ну еще про какие-то минералы. Да и то урывочные, неполные знания имеют. Достаточно, к примеру, потреблять фукус от 2-3 месяцев, иногда и месяца хватает, чтобы прошли любые проблемы, например, с щитовидной железой, от узлов до диффузного зоба и тому масса примеров. Сейчас я хочу привести эту почти дословную цитату из моего видео по инфарктам. Как бы кому бы это было неприятно, а такие всегда найдутся, кому поперек горла любая реклама, кто сразу делает алогичные выводы, что вся информация, данная по теме ранее, есть неправда, лишь на том основании, что вот теперь идет реклама. Так вот я вам скажу, вот вам реклама, и подумайте о том, что не все, что рекламируется, это плохо и неправда, а для разумных людей, которые закономерно зададут вопрос, а где же приобрести эти суперпродукты, так как у нас нет времени или желания проращивать семена, по крайней мере постоянно, где приобрести, чтобы подделку не купить? Я непременно отвечу сразу, чтобы потом не отвечать на сотни одних и тех же писем с этими вопросами, как это приходилось делать ранее и до сих пор переходится. Так вот мы производим сами и работаем именно с разработчиками и производителями этих суперпродуктов, и потому вы можете приобрести эти продукты, кстати, как и любые перечисленные мною, органические семена любых культур для проращивания самостоятельного. Именно у нас на сайте нашем nadgar.ru под этим видео будут ссылки. Итак, помимо проростков, для нормальной работы ЖКТ, устранения дисбактериоза и укрепления здоровья в целом нужно следующее. Я подобрал идеальную комбинацию таких продуктов. Во-первых, это фукус натив в гелеобразной форме. Наш вот этот фукус. Сухие водоросли, дорогие друзья, не дадут вам почти ничего. Смотрите эти два видео и поймете все сами. Второе. Дикая спирулина, именно дикая, она есть в порошке и есть в таблетках. Помните, там 68% белка, есть все незаменимые аминокислоты и почти вся группа витаминов В, включая, кстати, противоопухоль и витамин В17 лаэтрил. Так вот, на один месяц вам потребуется примерно около килограмма спирулины на одного человека. Третье. Сок проростка пшеницы. Нужно тут или выращивать самому проростки, доведя до первого листа высотой 10-12 см и резать ножом или ножницами и прокручивать в соковыжималках двухшнековых ручных. Или готовые коврики покупать, отжимая их. Ну, либо просто покупать у нас в виде вакуумных таблеток, которые идут абсолютно без потери полезных свойств первозданных, только что отжатого сока. Так вот, комбинация этих трех уникальных продуктов, плюс проростки амаранты, кунжута, глазерного овса, и вы получите все, что только есть на нашей планете из элементов питания. Ну, разве что кроме В12. Но это я уже объяснил выше, где и как посмотреть мою лекцию про В12. Ну, еще, пожалуй, витамин Д3. Хотя он есть в соке проростка пшеницы. Есть он и в белых грибах, или, например, в нашем препарате грибном балетус. А витамин К и К2, например, они, во-первых, синтезируются нашей кишечной микрофлорой, здоровой, конечно, но они также содержатся в большом количестве в брокколи и шпинате. Поэтому потребляйте их. Кстати, их тоже можно у нас приобрести, если захотите, в виде вакуумного порошка, готового, удобного для использования. И по одной-две чайные ложечки можно добавлять в салаты. Ну, или потребляйте свежие, естественно. Теперь, чуть подробнее скажу о фукусе в связи с главной проблемой современного питания, то есть тотальным недостатком микроэлементов в любой пище. Напоминаю о моей лекции по экологии. Там вы найдете подробные пояснения этой проблемы. И еще, кстати, в этой книге, к которой я написал главу «Почва, начало и конец жизни». Советую почитать. Фукус, дорогие друзья, это многоклеточная бурая морская водоросль. Морская вода содержит все минералы именно в той пропорции, что и наша, кстати, плазма крови один в один. Это факт. Но организм животных, как и человека, естественно, не может усвоить минералы неорганические, а может усвоить только в органической форме. То есть в соединении со сложными органическими молекулами белков, углеводов. А в морской воде минералы находятся в неорганической форме. И только растения способны преобразовать их в органическую, делая частью себя. Животные, в том числе и человек. Потребляя растения, не подвергшиеся термообработке, получают эти минералы, конечно, если они есть в данном продукте. На суше таких мест, где почвы богаты всеми микроэлементами, уже почти нет. Значит, таких полноценных по минеральному составу плодов тоже нет. А вот морские водоросли, в особенности фукус, содержат в себе все макро и микроэлементы, так необходимые и жизненно важные нам, для полноценного здоровья и долгой жизни. Все эти вещества в нем находятся в естественной, то есть каллоидной органической форме. И теоретически, могли бы усвоиться почти на 100%. Но проблема в том, что минералы в этих водорослях не могут усвоиться организму человека из-за особых клеточных мембран, структур, состава этих водорослей. И не подходящие для этого наши ферментные системы организма, и даже для кишечных бактерий наших. А ведь их усвоение из фукуса было бы решением огромной проблемы, кучей проблем. Так вот, ученые всего мира более 40 лет пытались получить из клеток фукуса все необходимые жизненно важные минералы, так, чтобы они остались в хилатной органической форме. Но удалось это сделать. Создать уникальную технологию бестемпературного отделения минералов путем вакуумной СО2 экстракции только одному человеку на планете. Это мой коллега, доктор Наук Сова. Потому только наш вот этот фукус сделан именно так, чтобы все минералы сохранились в доступной форме для усвоения нашим организмом. Так вот, а фукус это профилактика еще не только всей болезни ЖКТ, но и онкологии. Этот фукус, кстати, еще и энтеросорбент, который выводят из организма яды и токсины. За последние несколько лет тысячи людей, приобретя у нас фукус, изменили свое состояние. Конечно, комбинируя его и с другими важными продуктами, и водой, изменили свое питание, образ жизни в целом. Потому что только комплексные меры дадут серьезные улучшения со здоровьем и излечение, полное излечение от разных болезней. Не одна взятая мера, а комплекс мер. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, обязательно нажмите на колокольчик. И только тогда вы не пропустите мои новые видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Будьте здоровы, здравомыслие вам и до новых встреч, до новых важных видео.